МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 1964 году Катрин Денёв, настоящая фамилия актрисы Дорлиак, впервые покорила Канн с фильмом «Шербурские зонтики» режиссера Жака Деми. Ей пришлось соперничать со своей родной сестрой Франсуазой Дорлиак, снявшейся в фильме «Франсуа Трюфо. Нежная кожа». Выиграл фильм Катрин Денёв. Сестры еще раз соперничали два года спустя в фильме «Девушки из Рашфора». Вскоре после съемок картины Франсуаза сгорела в автомобиле по дороге в аэропорт Ницце. Ей было 25 лет. Катрин Денёв достались жизнь и карьера за двоих. Катрин Денёв ежегодно представлена в Канне. Возраст невластен над ней. Сегодня она выглядит еще лучше, чем 10 лет назад. Каннский кинофестиваль невозможно представить без Денёва. Каннский кинофестиваль невозможно представить без Денёв. 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 Специально для 60-летия фестиваля Дом Шапар изготовил изумительную ювелирную коллекцию украшений из бриллиантов, изумрудов, сапфиров, в которых блистали звезды на красной ковровой дорожке. Для всего этого великолепия были использованы коллекция жемчуга непривычно коричневого цвета с островов Гамбье, бирюзовый халцидон, украшенный розовыми сапфирами и аквамаринами, турмалины Параиба, которая практически также драгоценка и бриллианты и очень высоко ценятся японками. Коллекция «Красная ковровая дорожка» создана из очень разных составляющих. Мы использовали несколько видов камней, много бриллиантов, но также много изумрудов. В данном случае мы взяли розовые сапфиры, и это невероятно драгоценная коллекция. Вы видите красивое, изумительное ожерелье, главным акцентом которого является колумбийский изумруд более тысячи карат. Все украшения уникальны, и среди звезд, которые носят эту коллекцию на нынешнем Каннском кинофестивале – Элизабет Хёрли. Анжелина Джоли, кстати, предпочла вместо массивных усыпанных бриллиантами ожерелий изящные серьги также из бриллиантов. Для того, чтобы создать каждое украшение, требуется примерно от 150 до 300 часов. Для создания ожерелья из розового золота, бриллиантов, сапфиров, шпинеля потребовалось 120 часов работы пяти различных мастеров. В этом шикарном колье 842 бриллианта, 49 сапфиров и 99 шпинелей. Серьги украшены двумя бриллиантами. Шикарное колье из белого золота и 1198 бриллиантов каплевидной формы. Этот изящный браслет, сделанный из 18-каратного белого золота, украшен изумрудами, которые окаймляют 172 бриллианта. В изготовлении этой коллекции участвовали 25 мастеров. И в общей сложности на выполнение работы у них ушло более 6 месяцев. К началу 60-х фестиваль стали критиковать за то, что в его конкурс все труднее пробиться новым именам. И тогда был создан первый параллельный конкурс «Неделя международной критики», где демонстрировались дебютные работы. А после бурных событий 1968 года во Франции к ней присоединился двухнедельник режиссеров, воплотивший дух свободы от всех форм цензуры. «Фильмы рождаются свободными и равными, мы должны помочь им остаться таковыми», заявил режиссер Пьер Каст, стоявший у истоков двухнедельника. «Я люблю Кан. Я считаю, что Кан – это масса удовольствия, сумасшествия, беспорядка, постоянного опоздания, звезды, гламур, бриллианты, красная ковровая дорожка и, конечно же, сливки сливок. Самые лучшие фильмы мира со всех континентов. И, конечно же, здесь самые лучшие режиссеры. Я обожаю это. «Я была здесь даже не помню сколько раз, возможно, 17 раз. Я впервые посетила Кан в 65-м. Конечно же, тогда все было иначе, но все равно это было очень особенно». В 1978 году фестиваль возглавил его нынешний президент Жильжаков, который основал конкурс «Особый взгляд», а также придумал приз «Золотая камера» для лучшего дебюта, показанного в любой секции. Именно на Каннском кинофестивале состоялся дебют дочери знаменитого Чарли Чаплина, Джеральдина. Она сыграла роль Тони в фильме «Доктор Живагу». Актриса считает, что именно эта роль открыла ей путь в большое кино. «О, да, у меня была Тоня и фамилия моего отца. Все двери были открыты. Я очень везучая, невероятно везучая, потому что в этой профессии я бы сказала, что удача составляет 90%. Я видела столько людей, которые были так хороши, великолепны, талантливы, очень талантливы. Но в этой профессии нужна удача. Меня впечатляют звезды. Звезды и режиссеры. Ведь у меня никогда не получается посмотреть какие-либо фильмы. Здесь я всегда работаю, а когда ты работаешь, то ты можешь посмотреть только свой собственный фильм. И я заглядываю в программу и мечтаю, ой, я хочу посмотреть этот, этот и этот, но у меня никогда не получается посмотреть ни один из них. Но что больше всего меня впечатляет, это программа. Когда ты заглядываешь в программу и видишь, все эти люди здесь. Невероятно. Вчера я была на красной дорожке и смотрю Полански. Вдруг прошел Полански. Потом прошла Сара Майлз, а после прошла Клаудиа Шифер. Меня это всегда поражает. В 1972 году был изменен принцип отбора конкурсных лент. Если ранее их выбирали сами страны-участники, то с этого момента ленты стали отбираться непосредственно руководством фестиваля, что стало обычной практикой для фестивалей такого уровня. К концу 60-х Канн стал респектабельным буржуазным фестивалем с развитой инфраструктурой, отработанными механизмами и умело режиссируемой интригой. Как и положено одному из самых престижных курортов Старого Света, Канн – законодатель мировой моды, причем не только в кино. Не случайно здесь во время фестиваля проходят вечеринки, на которых именитые мэтры от Валентина до никому неизвестных представляют публике. Все это великолепие, в котором будут блистать знаменитости не только на экране, но и на красной ковровой дорожке. Для этих закрытых показов снимаются яхты, а в числе приглашенных – сливки Каннского. Субтитры создавал DimaTorzok Французский фестиваль проходит через два месяца после вручения оскаровских статуэток и начисто вычеркивает из памяти казавшиеся столь важными детали американской церемонии. Уже не столь существенно, в каком платье была Джулия Робертс. Потому что до следующей Каннской весны светские хроникеры будут обсуждать, в чем поднимались по Каннской лестнице новые лауреаты. Кстати, в историю Канн вписано несколько эпизодов, когда туалеты прибывших звезд предвосхитили тенденции высокой моды. Канну вообще свойственна эта стилеобразующая дальновидность. Каждый год в мае на юге Франции определяется, что еще только будет писком моды. Субтитры создавал DimaTorzok Атмосфера юбилейного 60-го Каннского кинофестиваля была насыщена гламуром старого стиля. И кто же еще, как Недита Фунтис, знает в этом толк? Бурлескная красавица, которая недавно рассталась со своим мужем-шок-рокером Мэрилином Мэнсоном, не подавала и знака печали в своих сногсшибательных нарядах. Субтитры создавал DimaTorzok Дита помогала Кайле Миноук и Шерон Стоун в сборе средств для фонда по борьбе со СПИДом. Эта ежегодная акция кинематографистов проходит в один из дней Каннского кинофестиваля. По доброй традиции Шерон Стоун попросила своих знаменитых друзей поддержать акцию «Кино против СПИДа» и они с радостью откликнулись. Роберт Родригес, Роуз, Мак Гован, Ева Мендес, Клаудиа Шифер, Курт Рассел, а также большинство актеров, принимавших участие в фильме «13 друзей Оушена», приняли участие в данном мероприятии, чтобы протянуть свою руку помощи. Вечер стал набирать обороты, когда Клуни выставил на продажу два поцелуя за 350 тысяч долларов каждый, а один из зрителей пожелал приобрести бриллиантовое жерелье за полмиллиона долларов и, соответственно, получить поцелуй от самой Стоун. Но, бесспорно, гвоздем вечеринки стало то, что австралийская поп-дива Кали Минук исполнила две композиции по 200 тысяч долларов каждая. А потом спела дуэтом с самой Шерон Стоун. Индивидуальные пожертвования приглашенных начинались с 10 тысяч долларов. Шерон Стоун, объявив результаты аукциона, отметила, «Когда я общаюсь с матерью, ребенок которой болен спидом, и она благодарит меня, она также благодарит и вас». Этот благотворительный аукцион – давний друг Каннского кинофестиваля. Вот уже 14 лет он притягивает впечатляющее число знаменитостей на юг Франции. В этот раз была собрана рекордная сумма – 7,5 миллионов долларов. На премьеру Звягинцева пожаловал Дарио Ардженто, мастер фильмов ужасов. После премьеры он восхищался фильмом и признался, что благодарен дочери, которая и взяла его на показ. Кстати, Азия Ардженто – успешная актриса и была представлена в Канне в нескольких фильмах, в том числе и в новой работе Катрин Брия «Давняя любовница». У Брия – репутация любительницы Ламат-Табу. Ее метод – шок. Ее романс прежде всего эпатировал и поэтому сделал создательницу известной. Предваряя давнюю любовницу, она кается за прежние грехи, объясняя их тем, что без шока не пробиться. И утверждает, что теперь, наконец, сняла нечто, соответствующее ее натуре и вкусам. Азия Ардженто и Роксан Мескида. Азия Ардженто. Субтитры создавал DimaTorzok Это костюмная лента из 19 века о красавце, который женился без любви на аристократке, но при этом не смог бросить давнюю любовницу, чем вызвал множество пересудов в свете. Субтитры создавал DimaTorzok Вы обязательно познакомились в Азиар-Ардженто. У нас уже познакомились в этом фестивале. Вы представили «Бординг-Гейтс» и «Го-Го-Терлз». Что касается самого конкурса, то чаще всего, конечно, мы обращаем тоже внимание, я бы сказал, на масштаб фильма. Потому что, когда вы участвуете в конкурсе Каннского фестиваля, надо все-таки, чтобы фильмы, даже если они естественны, по сути дела, они несопоставимы, потому что есть большие, есть со звездами, без звезд, со спецэффектами, без спецэффектов, то все равно должно быть какое-то неравновесие. Это не то слово, но что-то такое, благодаря которому члены жюри могут все-таки смотреть целиком всю программу и решить, в конце концов, из самых разных картин, какая лучшая. Поэтому, помимо самого художественного уровня, то мы тоже смотрим действительно на масштаб, я бы сказал, постановки. Жоэль Шапрон – вице-президент Юнифранц, специалист по советскому и российскому кино, по кинематографу стран Восточной и Центральной Европы. В течение многих лет занимается отбором фильмов, сделанных в этой части света, для Каннского кинофестиваля. Этот вопрос, конечно, очень сложный, потому что меня спрашивают очень часто вообще, какие критерии. Критериев нет, мы отбираем хорошее кино и больше ничего. Есть, конечно, мастерство режиссера, это в первую очередь, потому что мы всегда считали, что звезды, сценарии, музыка, даже если это на высшем уровне, это только элементы одного целого, а целым как раз управляет сам режиссер. Поэтому мы обращаем очень большое внимание на самих режиссеров. Если мы считаем, что есть очень сильная рука, то мы смотрим на эту руку действительно, и дальше мы уже смотрим на все элементы этого целого. В 70-е годы по праву можно считать годами американцев в Канне. «Золотая пальмовая ветвь» была вручена Роберту Олтману, Фрэнсису Форду Копполе, Мартину Скорсезе. Другими лауреатами 70-х были Луи Малли, Ридли Скотт, Ингмар Бергман, Федерико Феллини, Джон Бурман и Милош Форман. Джеральдина Чаплин три раза была членом жюри Каннского кинофестиваля, от ее мнения также зависела судьба очередного обладателя «Золотой пальмовой ветви». Это фантастический опыт. Я не имею в виду судейство. Невозможно судить, когда фильмы столь высокого качества. Что фактически происходит? То, что случалось много раз, когда я была членом жюри здесь и на других фестивалях. Это группа людей, которым очень нравится один фильм, и группа людей, которым очень нравится другой фильм. И эти люди ненавидят этот фильм, а эти люди ненавидят тот фильм. И компромисс достигается таким образом, что выбирается фильм, который нравится всем. После чего у меня вырывается. Я сожалею об этом. Мне надо было быть настойчивее. Я думаю, 20 злых мужчин... Я забыла фильм, где один член жюри повел за собой все жюри. В 80-е годы в Канне ознаменовались возвращением. В 80-е годы в Канне ознаменовались возвращением в кино японского классика Акиры Курасаву. Спродюсированные столпами американского мейнстрима Джорджем Лукасом и тем же Копполой средневековая драма «Тень воина» разделила пьедестал с шедевром Боба Фосса весь этот джаз. Наградами отмечаются международные авторы, такие как Коста Гаврос за политический триллер «Пропавший без вести», Вим Вендерс за «Париж, Техас», Роланд Жофе за историческую драму «Мессия». Но в конце десятилетия победу одержал дебют Стивена Содерберга «Секс, ложь и видео». Я считаю, что счастье можно познать, лишь познав несчастье. Я думаю, что очень многие люди счастливы, но не знают об этом. В определенный период моей жизни я справедливо могу сказать, что я была небезнадежна, несчастна, но все же я помню, когда впервые поняла, что такое счастье. Это глупая история, но все же я снимала дом на лето, и все мои дети, их друзья, и все дети моих родственников, много детей, большой дом, мы прекрасно проводили время, и я понимала, что мы больше никогда не сможем его арендовать, потому что мы много чего разбили. И я помню, ночью мы лежали и смотрели на звезды, потрясающие звезды, среди которых были падающие, и мы думали, что такого больше не случится никогда. Это чувство осознания и искренней благодарности, признательности и понимания, что этот миг никогда больше не повторится, и ты действительно, осознав это, цепляешься за каждый момент, каждую минуту. Мой отец гигантский, громадный, теплый, восхитительный. Я обожаю, я люблю его, и он продолжает открывать для меня любые двери, ведь он герой, он всемирный герой. Я не дочь известного актера или режиссера, я дочь героя, всеобщего героя, он герой мира. И это значит, что в ресторанах тебя садят за лучшие столики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok